30 рублей за час парковки, либо штраф. Минимум три сотни. Красноярский вступил в силу так называемый закон о штрафах для паркозайцев. Теперь у властей есть рычаги, чтобы наказывать неоплативших парковку в центре города рублем. Максимальная сумма штрафа для простых автолюбителей 800 рублей. Юридическим лицам придется выложить от 1000 до 1800. Рассматривать материалы и принимать решение о взыскании штрафа, а также определять его размер, будет административная комиссия того района, где зафиксировано нарушение. Проблема назначения наказания четко определена действующим законодательством. Она зависит в том числе от характера совершенных правонарушений, от имущественного положения, а также смягчающих и отягчающих обстоятельств. Понятное дело, что в административной комиссии к настоящему времени, и очень надеюсь, что их будет как можно меньше или не будет вообще, скажу это еще раз, материалов не поступало, но после того, как они поступят, все будет рассматриваться в соответствии с действующим законодательством. Впрочем, уже скоро в административных комиссиях прибавятся работы, отмечает представитель компании-инвестора Павел Бессалов. В распоряжении оператора есть мобильные и стационарные комплексы видеофиксации, которые считывают номера припарковавшихся автомобилей. Фиксируется с интервалом 15-30 минут автомобиль, номер автомобиля, значит, пространственная временная информация, она попадает в базу, определяется автомобиль, его местоположение, сколько он простоял, далее сверяется в биллинговой системе, был ли платеж по данному автомобилю. Если бы платежа не было, соответственно, эта информация формируется как заявление в административную комиссию и передается уже наручно в административную комиссию. Сколько паркозайцев уже удалось зафиксировать, представитель компании сказать затруднился, но отметил, что без нарушителей не обходится. Между тем, представители администрации города отмечают, что штрафы будут распространяться не на всех. Отдельные категории граждан решено вообще освободить от оплаты парковки. Это инвалиды и также еще дополнена категория дети инвалидов, то же самое. Эта база формируется в департаменте городского хозяйства. У нас поступило порядка более 211 обращений инвалидов, граждан с ограниченными возможностями, и, соответственно, эта база у нас ведется. Возможно, в скором времени появятся и другие категории льготников. Всем же остальным власти настоятельно рекомендуют не игнорировать паркоматы. В противном случае можно будет обнаружить в своем почтовом ящике неприятное извещение. На то, чтобы вынести постановление о штрафе, у административной комиссии будет два месяца. Анна Московских, Максим Галат, Денис Тимошенко. Новости.